Всех приветствую! Продолжаем рассматривать картины художников и описание к этим картинам по книге «Великий музей мира» Франческо Пирамиджанино, «Цвятая Екатерина Александрийская и Два Пути», около 1524 года, дерево-масло, 26 на 19. Франческо Джеролама Мацоло, получивший прозвище, как и многие художники своего времени, по месту рождения Пирамиджанино, является ярким представителем манеризма в итальянской живописи XVI века. Очевидно, в ранние годы на него повлияли нежные образы рафаэлевских Мадонн. Но мастер разработал совершенно новый тип изображения фигур с удлиненными пропорциями, изящными линиями, белой, как слоновая кость кожи, изящными слегка манерными движениями. Его персонажи совершенно отстранены от повседневной жизни. Святая Екатерина сидит в неестественной угловатой позе, хотя она повернута к зрителю. Ее глаза опущены. В руке она держит пальмовые ветви, символ мученичества и невинно пролитой крови. Справа от нее двое играющих пути. Пейзаж в картине предельно условен. Предстоящие страдания святой как бы выводятся из земной сферы, переносится в условное вневременное надмирное пространство. Колорит произведения строится на сочетании приглушенных коричневых, зеленых и серых тонов, что придает образом еще большую мягкость и утонченность. Ну вот, такое описание к работе Святая Екатерина Александрийская «Идва пути». Автор Франческо Парамиджанино. Около 1524 года. Описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok